Где Кин-Кун? Ты знаешь, где Кин-Кун? Мы как-то неприлично близко друг к другу стоим. Что ты сделала? Всем хай! С вами Юджин и друзья! В последнее время все только и делают, что вкладываются в крипту, в акции. А я же поступил мудрее и вложился в продуктовый магазин. Ведь продукты это то, что нужно всем и всегда. Приходите в него, закупайтесь. И я сейчас сам пойду закуплюсь в нем. Потом вы увидите, какой он классный, какой он продуманный. Вам не придется долго искать полки с сахаром. Время пришло. Надо на работу. А, нет! Кажется, я просто работаю. Да, я купил продуктовый магазин и сам же в нем работаю. Это мой рок, друзья. Я создал свой канал и работаю на него сам. Хорошо поспали. Это что за мышь-палевка? Это тушканчик. А это что такое? Короче, да, я иду на работу. Я наврал. Я как таксист, знаете, они иногда любят говорить, что я просто занимаюсь этим, потому что мне нравится. Потому что я люблю общаться с людьми. На самом деле у меня бизнес есть. Свой собственный. А так я просто катаюсь. Ну, по кайфу мне. Вот я тоже нагнал. Короче. Так, что мне нужно сделать? Тимоно на улице. Значит, нам нужно что-то взять с собой. Что-то светлое. Немножко своей светлой, теплой улыбки. Погодите, это все моя квартира? Это моя мерзкая, омерзительная кухня? Это моя столовая? Надо взять с собой фонарик. Но где фонарик-то? Он, я так понимаю, здесь. Что? Взять, да. Во! Хорошо. Это странно, когда люди, собираясь на работу, берут в первую очередь с собой фонарик. Я такого никогда не делал. Нужно поесть что-нибудь. И переодеться. И взять фонарик перед тем, как выйти. Фонарик я же взял. Осталось только поесть. Мне надо будет готовить или просто можно взять вот эти чипсы? Чипс. Нет? Где переодеться? Может мне в холодильнике есть что-то? Да, вот. О, блин. Тут целый симулятор жизни. Прежде чем мы пойдем в продуктовый магазин, нам нужно сначала все свои продукты сожрать. Где мне поесть? Вот моя столовая. Или я должен есть на унитазе? Я не знаю, как это сделать, как употребить еду. Но я точно надо разогреть сначала где-то. Микроволновка, конечно же. Не заметил, извините. Где же моя одежда? Вот. Да, переодеться. Я уже... Я не теряю время, понимаете? Зря. Я оставлю разогревать и сразу бегу переодеваться. Но в жизни... Я, конечно же, опять вам вру. Я в жизни сначала долго разогреваю все. Сижу, сижу, говерясь в носу, смотрю в телефон. Опять вру. У меня нет телефона. У меня нет денег ни на что. Поэтому я подрабатываю продуктовым. Что это там? Просто неблагоприятный райончик. Сразу видно. Все готово? Можно поесть уже? Спасибо. Ах, сухомятку сожрал. Ладно, ничего. В магазине потырю. Я иногда потырю в своем магазине. Кажется, я готов. Полностью готов. Да. Я могу идти. Как и мерзко. Как так получается, что у меня квартира вот тут вот. В таком самом мерзком месте, которое только можно придумать. Я что, на крыше? То есть, на крыше дома есть еще дополнительные дома. О, мы можем спринтить. Хорошо. Надеюсь, мой магазинчик где-то рядом. Я бы хотел, чтобы он был рядом, потому что стрёмно как-то идти. Неужели мне придется по крышам, как в Dying Light, паркурить? Вот лестница вниз. Отлично. Главное перестать искать. Вот главная мудрость жизни. Перестал искать и нашел. Короче, куда-то сюда, по-моему. Я вот чувствую. Вот сюда, скорее всего. Точно. Вот. Вот здесь. Все будет. Сейчас загрузка следующего левела. Нет, загрузки не будет, но магазин вот он. Ты что тут торчишь возле моего магазина, а? Какой ты криповый. Я знаю, что на самом деле произошло здесь. Меня позвали, чтобы вас предупредить. Но я не могу говорить, кто меня позвал. Судный день грядет. Да почему какой-то сатанизм вечно происходит в обычных продуктовых магазинах, в кафешках, радиостанциях? Потому что зло, оно повсюду, друзья. Здоров. О, наконец-таки. Ты добралась. О, нет. Просто я недавно слышал, что кто-то упал с моста, который только что пересекла. Была старушка, которая говорила, что видела человека, который шел по улице с ногами, вывернутыми в другую сторону. Стремное барахло. Ну, конечно, если верить в эту историю. А это не история. Ха-ха. Это неправдивая история. Ха. Извини. А какая у меня работа? Что я должен сделать? Стоп. Войти? Да, войти. Пришло время приступать. Сутул ты, мальчишка. Тебе надо бы позаниматься. Извини. А, мне нужно... Что мне нужно делать? Я не знаю. Я первый день, что ли, на работе? Вот. Тут есть. Я даже не знаю, что это. Что надо сделать? Может быть, где-то пробить билетик? Стоп. Использовать? Да. О, это камера. Я могу переключиться? Правая кнопка, это зум. Вон тот чувак, что он делает. Где тот бродяга? Его уже нету, что ли? А, да, вот. Билетик пробить. Все. Мы пришли на работу. Зафиксировали свое опоздание. Я думаю, немножко еды просрочилось тому времени, как мы начали свою смену. Сможете убрать их с полки, пожалуйста? Ваш менеджер. Окей. Это он. Это он менеджер. Он ушел. Еду, получается, убрать. Мы остались одни здесь. Это что-то типа как в кафешке, когда я работал. Стремные дела сейчас будут происходить, кажется. Так, здесь немножко просрочки есть. Это нормально выглядит. Кажется, немножко просроченного есть. Давайте заберем. Куда выбросить-то? Здрасте, сэр. Сейчас, погодите. Давайте кинем. Так, это хорошо. Это отлично. О, нет. Просрочка. Ну, забрать, хорошо. Кто-то зашел? Нет, это просто от меня. Ладно, походу мы забрали весь мусор. Сейчас, сэр, погодите. Погодите, пожалуйста. Мне надо собрать вещи. Мусор, точнее, выкинуть. Где здесь мусорка у нас? Не здесь. О, опять фургон. Подождите, пожалуйста. Пожалуйста, подождите. Кажется, вот мусор. О, нет. Надо еще куда-то дальше идти. Неужели прям за магазин надо идти? О, нет. Это так долго. Даже спринтить нельзя. Ладно, давайте выбросим. По одному. О, там что-то неприятное. Там как будто бы преступление произошло. Возможно, так и есть. Девочка моя, пожалуйста, ускорься. Клиент ждет. Кто-то неудачно припарковался. Ладно, давайте обслужим, потом вынесем. Да, я вас слушаю. Что вы? Что вы хотите? Спасибо, приходите снова. А, все, я пробил. Отлично, можем заниматься дальше своим делом. Посмотрите, какой он идет с лоумо. Почему он идет так? Да я тоже так иду. Посмотрите, с какой скоростью он едет. Я сейчас представляю, что он смотрит на меня вот так вот. Мне неприятно становится. Стоп, я что увидел сейчас? Тут дверь есть. Подсобная. Черный вход. Да, мы можем пройти, как удобственно. О, как хорошо. Буду знать. Какие у меня теперь есть поручения? Что? Что? Куда? Вижу. Кто-то пришел. Человек. Но здесь никого нету. Погодите. Это что-то странное. Дверь сломалась, перестань. Починить. Вот. Фух. Откройте. Откройте. Блин. Это специально. Еще и грузовик какой-то едет. Он сюда? Ладно, давайте пройдем через черный ход. Блин, это какая-то дверь неисправная. Кто его учить? Я что ли? Давайте зайдем за стойку и посмотрим в камеру. Точно, посмотрим в камеру, что там чел это делает, когда выходит. Он зашел уже. Вот он. Так, что-то он встал. Он сходу уже знает, что он будет брать. Окей, выходим. Посылка? Как-то поздновато для курьера в это время. Но мы делаем исключение для продуктовых магазинов, которые открыты ночью. По-моему, эта посылка адресована этому магазину. О, и имя совпадает с вашим бейджиком. Кажется, это для вас. Хорошо, давай. Что это? Забрать домой? Ой, да, хорошо. О, что это? Что это? Что это так? Мы дома. Это... Это кто включил? Посылка! Кассета! У-у-у-у! Давайте смотреть! Посмотреть. Нет, сейчас кто-нибудь будет наблюдать за мной, да? Это из того места. Позади магазина, да? Мы будем каждую ночь получать по одной кассете, видимо. Что это было? Комментарии будут какие-нибудь? Нет, видимо. А тут что было? Хорошо, просто уходим. Опа. Первая ночь. Это только первая ночь. Ба! Я думал, я уже буду в магазине, а я здесь. Что-то совсем темно сегодня. Ой, пипец. Идти каждый раз вот так вот. Окей. Добрались. Я захожу. Не говори мне ни слова. Я и так на нервах. Я слышал, ты доложила о том, что двери открывались сами по себе. Короче, у нас приходил парень, который проверил сенсор, и кажется, что-то там барахлило. Ты думал, это какой-то полтергейст? Я вижу это часто по телеку, но это все по сценарию. Привидений и не существует, в конце концов. Я согласен. Что ж, давайте пробьем билетик. Хоп. Задание. Я видел крыс позади магазина вчера. Кто-то, видимо, оставил мусорный бак открытым. Тот-то, первый прочитает эту записку, должен избавиться от этих грызунов немедленно. Ваш менеджер. О, кажется, это я. Давайте посмотрим. По-моему, у нас есть вид на помойку. Кто это? Тот? Кто? Бабушка идет. Неприятно. Кто-то зашел за магазин, я видел. Это менеджер? Вряд ли. Хотя, кто его знает? Да, это менеджер. Окей. Очень жутко выглядит. Чертовски неприятно. Пойдемте займемся грызунами сначала. Бабушка еще долго будет идти. И, кстати, мы не можем бегать здесь. Мы можем бежать только, когда идем на работу. А чем мне избавиться от грызунов? Вот чем. Ага. Мышегрох называется, да? Подохни. Я пшикаю, и мышь дохнет? Она что, как таракан, типа? Ладно, давайте еще одна. Ага. Как-то жалко их, если честно. Они такие беззащитные. Посмотрите. Просто стоят. Они даже не хотят убежать. Не пытаются спастись. Но почему? Вот в чем вопрос. Что-то не так с мышами. А, ты еще одна. Еще мышь. Ты где? В магазине? О, нет. Забежали, гады. Забежали. Бабушка оба в туалет. А, понятно. Но здесь нельзя в туалет, если не купили ничего. Какая криповая. Я ж немного пшикнуть захотелось. Давайте подумаем. Будь я мышью, где бы я спрятался? На козырьке вот в этом. Внутри? Ага. Хорошо, еще одну надо найти. Вот ты где. Все, миссия выполнена. Там новый посетитель уже, да, ведь? Сэр? Эй, я тороплюсь вообще-то. Вы не могли бы, пожалуйста, обслужить меня? Пять банок пива и пачку сигарет. Поторопитесь. Я должен? Это магазин самообслуживания вообще-то. Ты видишь полки? Клиент всегда прав. Стоп. А, может быть, это все, может быть, это где-то там, за прилавком, подсобки. Вот, это вам. И банки, банки, банки. А, я помню, где банки, они там. Они, кажется, в той подсобке. Иди сам возьми. Вот я тоже так думаю. Какого фига? Бабушка, вы там умерли или что? А, вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Что, по одной нести? На, ты ведь торопишься, да? Хорошо, я буду по одной тебе носить. А я не могу больше взять, кстати говоря. А, погодите, вот же еще. Они упали все, я понял. Ты очень торопишься? На. Случайно поцеловал его в лобик. Ну, это такой сервис у нас здесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Где у нас вот эта штучка? Давайте пробиваем. Все, спасибо, пока. Мне не нравится, что та бабушка все еще в туалете. Надо бы пойти проверить. Что-то не так, что-то не так. О, все в порядке, окей. Я чуть не вломился к бабушке в туалет. Было бы неловко. Почему вы там стоите? Понятно, я подойду, хорошо. С вами все в порядке? Мы как-то неприлично близко друг к другу стоим. Где Кен-кун? Ты знаешь, где Кен-кун? Я думала, я услышала его голос. Это был дом моей дочери. Что ты сделала? Как ты позмела? А чем это она? Какой дом дочери? Этот магазин был домом дочери. И у нее слишком доброе лицо для такого гнева, которое только что на меня опрокинуло. Я даже приоткрою вам дверь. Покиньте магазин в срочном порядке. До свидания. Она пошла. Она все еще идет. Думаю, нет смысла смотреть за ней. Вроде бы двери открылись сами, да? Я слышал это. Вот он. Вот кто это? Ладно, вроде бы нормально. Стоп, это курьер? Рад снова вас видеть. Кажется, есть посылка, которую я должен от вас забрать. Серьезно? А. Окей. Она всегда здесь была? Пожалуйста. Я не заметил, была ли посылка здесь все время. Интересно будет пересмотреть это в момент потом. Что теперь? Так, чувак уезжает. Хорошо. И мы здесь одни остались. Посмотрим, что бабушка делала в туалете. Туалет. Как мерзко. Ладно, бабушка, получается, за собой опустила стульчак. Я боюсь, что что-то сейчас грядет стрёмное. Что-то здесь не так. Кто-то здесь возможно... Ночь 2. Просто внезапно. Окей. Нет никакой посылки в виде кассеты. Это хорошо. Смотрите, как мило смотрится эта подушка с сердечком. Вот в такой вот комнате. Ладно, я думаю, нам надо идти. Что это? Взять зонтик, да. Взять фонарик, да. О, гости. Кто там? Кассету, да, оставили? Посылка с кассетой, да. Да, ещё одна кассета. Смотрим. Что-то было. А потом стало темно. Вот. Мне кажется, что качество на кассете гораздо лучше, чем в игре. Что это? Что это значит? Вон, я вижу свой магазин отсюда. Мне кажется, мне пора идти. Как, блин, неприятно. Надеюсь, никакая тварь не летает над моей головой. Окей, мы здесь. Побежали. Всё. Фух. Менеджер? Менеджер. Это как в кафешке, да? Он будет появляться в самых неожиданных местах. Менеджер. Я ненавижу менеджеров. Вот всей душой. Бу! Он ещё, он специально это делает. Подловил тебе, да? Окей, окей. Ладно, я прекращу. Обещаю, больше так не сделаю. Я надеюсь. Свали домой, пожалуйста. Свали домой, ничего не говори. Итак, задача. Какие-то продукты просто пропали с полок. Всегда держите полки полными. Это наш девиз. Пожалуйста, пересоберите к завтрашнему утру. Ваш менеджер. Короче, нужно собрать всё. Всё складно притащить на полке, чтобы было ощущение изобилия. Окей, вот это надо куда-то дропнуть. Куда это пиндюрить нужно? Ага. Да, здесь. Вот ещё в коробке лапша, типа доширака. Нет. Нет, нет, нет. Меня заперли. Кто это? Нет! Кто-то зашёл. Блин, как круто они это делают. Они с самого начала игры приучивают нас к тому, что есть такой звоночек, который означает, что дверь открылась и кто-то зашёл. Смотрите, я слышал звук. Дверь разблокирована. Кто-то здесь? Кто здесь? Я знаю, что здесь точно кто-то был. Но не оставляли сомнения, потому что дверь уже как-то реагировала сама по себе. Вот, кто-то приехал. Здесь кто-то есть! Здравствуйте, сэр! Он выглядит неприятно максимально. Ой, я это вслух сказал. Не очень хорошо как-то получилось. Где-то, где-то, где-то здесь должны быть пустые полки. Ага, вижу. Всё, разложили? Давайте отпустим чувака. Да, я вас слушаю. Я Хамада. Итак, есть какие-то проблемы с кондиционером? Ваш босс, кажется, отчаянно пытается сохранить еду свежей. Ненавижу работать так поздно, но он хорошо мне платит. Не обращайте на меня внимания. Я просто быстренько просмотрю наружные модули и уеду. Хорошо, этот чувак чинит кондиционеры. Мы можем заниматься своим делом дальше. Вот здесь я видел что-то ещё. Коробочка. Ага. Последнюю полку сейчас заполним. И дело сделано. Нам бы, кстати, надо было бы смотреть за этим чуваком. Что он там делает конкретно. Давайте-ка. Слышите? Что? Блин. Это я так подгадал случайно, что он там оказался? Или так должно было быть? Блин, как неприятно это было сейчас. Давайте посмотрим на него. Ага, вот он что-то там копошится. Кто-то, кто-то разорвал только что все скотчи. Все изоленты. Я видел кого-то там. Кто-то приехал. Женщина. Ладно, женщина, это не страшно. Пойдёмте обслужим её. А, она в туалет, походу. Ты всё? Да, он сразу уедет, он ничего не будет говорить. Погодите, а может быть мы можем сами с ними поговорить? А, нет, он уже сел. Всё. Прощай. Мы так и не поговорили. Мо-дам. Здрасте. Какая миленькая. Ладно, идите. Сюда, сюда, сюда. Вы думаете, что я тут обслуживать вас буду? Нет. Нифига. Всё, валите. Эй, вы здесь одна работаете? Не могу поверить. Какой менеджер поставит девушку в ночью работать? Ночную смену. Одну. А, понятно, у вас нет выбора. Что ж, по крайней мере, я могу вам дать опять амулет. Будьте осторожны. Да чё мне эти амулеты? На всех рабочих моих работах дают мне амулеты. Где бы я ни работал. Хорошо, взять амулет. Я взял. Мне теперь интересно эти все игры. В одной вселенной происходит или нет? Мы научны горьким опытом. Если нам дают амулет, это значит не к добру. Сейчас начнётся жесть. Демон сам войдёт в этот магазин. О, боже мой. Сам? Кто это? Кто это светит? Это что за свет светит? Что за фигня? Что это? Кто говно размазал? О, нет. А, блин. Кто-то опять зашёл. Хватит. Хватит ржать как конь. Нет. Всё, открыли. О, нет, о, нет, о, нет. Раскидал всё. Так, я должен сначала убедиться, что здесь никого нету. Никого? Я слышу. Чего? В смысле ты в контру режешь всё здесь? Да был же кто-то здесь. Призраки. Нам по-любому нужно посмотреть, я думаю. Вот настолько я не ожидал. А, она испортила мне камеру. Чёрт, сейчас нападёт. Сейчас скрымер будет. У меня же амулет есть. Где она? Что мне надо сделать? Стоп. Подобрать талисманы. Это что, призрак-промоутер? Она раскидала листовки с талисманами? И что мне с ними делать? Что я должен сделать с этими штуками? Погодите, а это что? Так, кьюб, чтобы дропнуть. А это чтобы взять. А зачем мне это? А я могу пойти? Сельский туалет? Просто сельский туалет. В нём произошло преступление, убийство, нечастный случай. Кто-то провалился. В чём прикол? Или это тот самый дом? Нельзя назвать домом. Слишком маленький для дома. Зачем вот это мне? Может быть мне надо что-то починить самой? Стоп. Открыть, да. Внезапно. Что это? Ключ. Ключ. От дома? Отсюда? Дверь открыта. Однако моя рука не имеет, когда я пытаюсь открыть эту дверь. Она такая жёсткая, как будто бы это кто-то меня хватает. В смысле? Пожалуйста, пожалуйста, нет. Я уже боюсь всего. Этот месяц хорроров, ребят, я расшатанный теперь. Дверь не могу открыть. Ладно, я не знаю. Стоп. Может быть талисманы раскидать? Попробовать. Я использовал эти талисманы, чтобы печать сатаниста с двери снять и смог ее открыть. Четыре. Я что-то слышу. Менеджер? Менеджер? Четыре? Что значит четыре? Кассеты, крысы? Крысы, кассеты четыре. Что значит? Кого бояться? О, блинушки. Менеджер, спрячь меня. Тут только мертвый менеджер. Четыре. Нажму четыре. Нет, не работает. А! Да, господи, нет. Господи. Побил у меня... Сколько еще? Четыре талисмана у меня осталось? Или три? Мой оберег! Как же мой святой оберег? А, он смотрит на меня! Не смотри на меня, он живой! Третья ночь. Охренеть. Охренеть, это было нервозно. Это приснилось мне? Кассета? Еще одна. Опять этот сортир. Опять этот сортир. Хм. Менеджер, ты в порядке? Все то же самое, как и тогда было. Сейчас напугает меня, да? Нет. Где менеджер? А где билетик? Что за нафиг? Посмотрим в камеру сразу. Смотрите, дверь в подсобку открыта. Надо туда идти, выбора нет. А что это все? Телики? Что это? Гвозди огромные? Какого? Какого, блин? Закрыто. Мне через главный идти, да? Куда мне идти? Это музыка из колонки такая играет. Давайте обратно за прилавок зайдем. И, наверное, сейчас все будет нормально. Оу. Нет. Оу, нет. Оу, блин, нет. Нам нужно посмотреть еще раз в камеры. Смотри внимательнее. Оу. Мальчик идет куда-то туда. Нет, он не в подсобку. Куда ты идешь, мальчик? Что-то он ходит здесь. Ладно, давайте попробуем поговорить с ним. Что за фигня? Мальчик? Мальчик! Нет, здесь мальчик. Ладно, давайте посмотрим еще раз. И он снова сейчас будет ходить, да? Да, он здесь ходит. Вот, 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 вот сейчас самое время выходить. Ага! Это не так просто, мальчик, как я думал. Не факт, что ты мальчик, но это хотя бы не та высокая женщина. Мне необходимо поймать его. Или проследить за ним внимательно, чтобы... Стоп! Включить? Да! Мальчик покажет, какие телеки нужно включить. Давай, мальчик. Смотрит сюда, на этот телек. Ой, запомнить бы. Куда-то наверх. Ааа, забуду. После чего вот здесь вниз смотрит. О, как сложно будет. А сколько всего телеков? Раз, два, три, четыре. Давайте быстренько это сделаем. Первый телек. Вот этот, да. Второй телек. Включить. 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 Правильно? Что с тобой? Ты ушибся? Ты ушибся, мальчик? Ты что так сидишь странно? Стоп, отойди. Ладно, ладно, ладно. Выдержал, выдержал. Немножко исказилось лицо. Но я выдержал. Стоп, мы еще здесь. Кто-то, кто-то там. Кто-то там. Опять, да? Оно опять начинает. Ладно, эта женщина на самом деле не так сильно меня пугает. Вот мальчик напряг. Блин, нам нужно идти, оказывается, туда, на задний двор. Ладно, пойдемте. Вот сюда, к туалету нужно идти. Там, где все началось. Начало, начало. Мы снова здесь. Вы слышите? Там дьявол. Это был не мальчик, это была девочка. Вот что я понял. Это была девочка, та самая дочка. Дочка той бабки, которая приходила. Нам надо как-то избавить мои уши от этого звонка дебильного. Перестань. Все. Нет? Стоп. А, кассета. Господи. Четвертая ночь. Четыре. Краски на телеке было написано четыре. Окей, давайте. Что? Сразу еще одна? Ладно, давайте посмотрим все. Посмотреть? Да. Вы уверены? Да. Нет, сейчас будет меня, да? Меня палить будет, как всегда. Это мой тушкан. Это я. Мои ножки, милые. Зачем эти игры заставляют чувствовать меня, себя маньяком? Что это было? Ой. Ой, у нас сонный паралич? Я... Я не могу пошевелиться. Да, сонный паралич. Что это значит? Кто меня оберег? Это не оберег, на самом деле, который нам дали. Это наоборот... Блин! Она меня душит! Такой зуб был, как будто он вот так сделал. Это был не оберег. Это наоборот штука, которая на меня порчу наслала. Игра... Чиллз Арт. Вот такая вот игра получилась. Мы старались раскрыть преступление демонское, а в итоге нас убил просто сонный паралич. И, в принципе, наш менеджер, как и обещал, цифра 4 была роковая. И, кстати, после того, как мы прошли с вами игру, что-то там с доставкой, курьером, когда мы были, вы написали, что цифра 4 в Японии означает смерть. Она вроде как созвучна даже со словом смерть, или что-то в таком духе, как я вас понял. И поэтому четвертая кассета для нас означала смерть. А мы ее, кстати, и посмотрели в итоге. И даже спросили у нас, вы уверены, что хотите смотреть? Я такой, да. Потому что я невежда, я не знал об этой цифре, что это плохой знак. И в итоге взял из себя просто, ну, себе свинью подложил и сдох. Такая вот игра от Чиллз Арт. Такая же неприятная, вызывающая чувство дискомфорта внутри. По-прежнему им удается найти крипоту в самых обыденных вещах. Ну, а на этом мы с вами закончим. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании. Ну, а с вами был Юджин, и всем... ПЯТЬ!